Много ли вы знаете про диспансеризацию? Да. Вы ее проходите? Да, ежегодно. И вот по этой теме мы хотим провести анкетирование. Будущие медики проверяют уровень знаний крымчан о профилактике онкозаболеваний. Так, в центре Симферополя проводят акцию «Онкопатруль». Цель – мотивировать горожан вести здоровый образ жизни. Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями проводят 4 февраля. Это ежегодное мероприятие, которое организует Международный противораковый союз. Такая акция находит живой отклик у населения. Ну, у меня супруга умерла от рака. Рак чего был? Поджелудочный. У подружки мама раком болела? Очень важно. Надо, чтобы население как-то больше об этом знало. И больше информации в населении. И как-то вот, конечно, важно. Личные консультации можно получить в Центре медицинской профилактики и в организациях Минздрава Республики. Ежегодно в мире от рака и других онкологических заболеваний умирает около 10 миллионов человек ежегодно. То есть, это население огромного мегаполиса или даже население небольшой страны. Поэтому мероприятия профилактики, лечения онкозаболеваний, конечно, остаются актуальными. Специалисты напоминают о диагностике и профилактике злокачественных опухолей. К ним относится отказ от курения. Особенно это касается молодого поколения. Важна физическая активность и правильное питание. Третий момент – контроль массы тела. То, что касается возможностей самих граждан, они, если им следовать этим мероприятиям, они способны снизить заболеваемость на 43%. То есть, достаточно серьезная цифра. Во избежание патологии у женщин медики настоятельно рекомендуют вакцинацию. Она позволяет снизить риск инфицирования вирусом, папиллом и человека. А это главный возбудитель инфекций. В таких странах Северной Европы, как Дания, Швеция, в общем-то, вакцина-профилактика – это государственная программа. И в течение последних 10-12 лет этим странам удалось снизить заболеваемость раком шейки матки где-то на 60%. Я считаю, что это достаточно большой прогресс. Поэтому мы должны к этому стремиться. Онкогинекологи всей страны призывают внедрить эту программу на государственном уровне. Это позволит снизить риск развития опасного заболевания до минимума. Диана Викмабетова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.